Один раз увиделся, выяснили. Один раз объяснили, все понял. Сегодня мы будем читать Шимат Бхагаватам, песня пятая, глава девятнадцатая, величия Бхарата Варши, тот девятый. Субтитры создавал DimaTorzok Шукадеев Господь с вами продолжал непостижимое величие Верховного Господа. Он всегда был огосклонен к своим предным. Он пожелал дать им истинное знание, научить заповедям религии, показать, как развить в себе отрешенность, обрести духовную силу, научиться владеть своими чувствами и избавиться от ложного эго. С этой целью он воплотился на земле Бхарата Варши Бодрикашами в облике Нарана Раэна. Господь Нарана Раэна обладает невиданными духовными совершенствами и будет предаваться Аскезе до конца нынешней эпохи. Так он указывает людям путь духовного самопознания. У жителей Индии есть возможность посещать храм Нарана Раэна, расположенный Бодрикашами. Там они могут узнать о том, как Верховный Господь в облике Нары, Нарана, по сей день передается Аскезе, чтобы указать людям путь самоосознания. Невозможно постичь свою духовную природу, просто занимаясь умозрительным колоссовствованием или мирскими делами. Человек должен очень серьезно отнестись к пониманию своего истинного Я и посвятить себя Аскезе. К сожалению, в краю-югу люди даже не знают, что такое Аскезе. Поэтому Господь, придя в этот мир, как в Си Чайтане Магапрабху, даровал падшим душам самый доступный метод самоосознания, который называется Четтадар Панамаджина, очищением сердца. Этот метод чрезвычайно прост. Любовь может участвовать в возвышенной Кришна-Санкертане, повторяя Наш век, век так называемого прогресса науки, распространилось множество псевдоноучных теорий и идеологий, таких как теория эволюции, марксизм, фриидизм, национализм и тому подобное. Если вместо того, чтобы встать на путь, указаны Нара, Нарайны, мы будем тяжко трудиться, руководствуясь этими теориями, наша драгоценная жизнь пройдет в пустую. Мы непременно станем жертвами обманщиков и пойдем по Божьему пути. Следующий, десятый текст. В своей книге под названием Нарада Панчаратра, Великий Мудрец, Бхагаван Нарада, очень подробно объяснил, как с помощью практики Санхи и мистической йоги достичь высшей цели жизни, преданности Всевышнему. Кроме того, он поведал о величии Верховного Господа. Основные идеи этого трансцендентного произведения Нарада изложил Савар Ниману, чтобы те жители Бхар-Таварши, которые строго следуют предписаниям Варнашам и Дгармам, узнали, как возвыситься до предного служения Господу. Вместе с жителями Бхар-Таварши, Нарада Муни, неустанно служит Нарин Нарайани. Прославляй Господа такими словами. Прославляй Господа. 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 Бхагава, как видит ее, более высокие, по сравнению с человеком, существа, и мы говорили о том, что центр Бумандалы, Джамбудвипа, центральный остров, находящийся в центре вселенной, на котором стоит гора Сумеру, огромная гора, которая имеет форму перевернутого конуса. В этой Джамбудвипе есть различные варши, девять варш, мы говорили о варот варши, мы говорили о том, что существует восемь других варш, которые являются кшедрами, где отрабатываются благочестивые реакции Балнасварга. И в различных варшах поклоняются различным формам, обликам Господа. Поклоняются Нарайне, Хайгриеве, Камадеве, поклоняются Господу, как мы обсуждали вчера, в облике Господа рамы. И говорится, что в баре товарши поклоняются Господу Нарайне. Это пришло как два мудреца Нарайна, то есть Господь Нарайне. И его преданный великий. И там, здесь, то есть, не там, а здесь. Варата варши, предводителем тех, кто поклоняется Господу в облике Нарайне, является Нарадамуни. Нарадамуни. И поклоняются под его предоведительством Господу те, кто следует принципам варны ашами. На Нарайне, говорится, находится в бодрик ашами. В бодрик ашам та сфера или та часть бодрик ашам, которая доступна человеку, доступна даже на автомобиле. Туда ведет асфальтированная дорога до самого верха. История, которую рассказывают в отношении Нарадамуни, решит такова, что однажды Нарадамуни обратился к Господу Вишну и сказал, дорогой Господь, ты прекрасен, ты велик, ты исполнен айшвари, всех различных богатств, достояний. Ты наслаждаешься, ты верховный наслаждающийся, ты пуруша. И поэтому в овриндаване ты танцуешь в гопе, и ты в два раке имеешь 16108 жен. Ты наслаждаешься, ты всегда окружен роскошью, утопаешь роскоши, что естественно для тебя. Так вот твое положение. Вместе с тем, мы видим, что Господь Шива и Парвати живут очень аскетично, они постоянно совершают аскезы. Некоторые твои предные могут превратно понять тебя, неправильно понять тебя. Они могут захотеть имитировать тебя и жить тоже роскоши, наслаждаясь. Нарада так выразил Господу свои сомнения. И тогда Господь ничего не сказал, промолчал. Но он отправился, он принял форму Нарана Райна Реши, и он отправился высоко в Гималайи, в Бадрикаши, чтобы под деревом Бадри совершать жесточайшую аскезу. Ничего не есть, не спать, постоянно проводить время в медитации и в аскезе. Для того, чтобы дать людям пример аскетизма. Он принял два облика Нара и Нараин. Аскезы его не имеют границ и будут продолжаться до конца кальпы. Каков плод этих аскез? Для чего это Господь делает? Он делает это не для того, чтобы постичь себя. Нет. Он делает это ради других живых существ. Он сам Бог. Цель этих аскез – дать возможность другим воспринимать Бога. Создать определенные субкритии для других живых существ, для того, чтобы они могли воспринимать Бога, для того, чтобы они начали интересоваться Богом. Чтобы показать, что дхарма возрастает благодаря аскезе и затем дхарма приводит к восприятию Бога. Такова лила Господа в облике Нара и Нараин решила. И в чем аскетичность для нас? Понятно, что никто из нас не может жить в Гималаях. Господь показывал форму аскезы, которая годится для просветленных существ. Не для нас. Жить в Гималаях – там практически никто не живет. Те аборигены, которые живут, местные жители, все засыпают снегом, и они там не могут выбраться оттуда. Они живут со своими яками. У них есть там запас какой-то дров на зиму. Они не могут даже перейти из селения в селение. Храм Господа Бады Нарайны на это время закрывается. И открывается только тогда, когда сходит снег, и появляется доступ туда. Итак, в чем аскеза для нас? Мы не можем там жить. Но даже если мы там сможем жить как-то, окутаясь в шкуры, в любом случае мы не сможем там сидеть, практически обнаженный, на снегах, и растапливать вокруг себя на стене, просто под деревом Бады. Это невозможно для нас. Для нас аскеза заключается в том, чтобы повторять внимательно шестнадцать кругов Хари Кришна. Минимум шестнадцать. И потом на основе этого научиться следовать регулирующим принципам. Хотя бы через рюмку. Для того, чтобы потом постепенно так же развить отношения с Господом и делиться этим знанием с другими, то есть проповедовать. В этом наша аскеза. Господь Чайтань не ставил перед нами таких неисполнимых задач. И Сила Правопада так же. У нас есть определенная своя аскеза. И какое благо он Наранарай Нариши получает в результате ведя других людей. Вы знаете, что это неблагодарный труд вести других людей. Как Сила Правопада говорит, что когда доктор работает в сумасшедшем доме, в доме для безумцев, то иногда они могут напасть на доктора. Потому что они безумцы. Они не понимают. Они не понимают, что их надо лечить. Потому что первый признак безумного заключается в том, что он считает, что он абсолютно здоров. Его не надо лечить. Поэтому, какого блага в ответ получает Наранарай Нариши? Никакого. Другие личности обретают благо от его аскеза. И благо выгодит. Он действует только из сострадания. И предполагается, это то, как должен действовать проповедник. Мы проповедуем, мы не должны искать какое-то благо в этой проповеди для себя. Мы не должны искать какого-то вознаграждения, каких-то почестей, какого-то признания. На самом деле, часто мы можем быть непоняты. И что правопад в этой связи приводил пример Иисуса Христа, которого распяли за то, что он проповедовал. Абсолютно истинно. Нас не распинают не в то время. Но нам легко могут плюнуть на улице. В лицо. Кому плюали в лицо на улице? Были такие? Кого ругали на улице? Кого торгали? Кого торгали? Что они говорят? Работать надо. Что ты ходишь? Что ты пристаешь к людям? Люди не понимают. Для них это что-то запредельное. Они думают, что мы материально мотивированы к этому проповеду. Может у нас есть какие-то монархи еще остались в сердце. Но нет сомнений, что мы в целом проповедуем для того, чтобы дать людям это знание. Потому что силы правопада так хотели. Просто мы проповедуем так, потому что мы последователи силы правопада. Не иначе. Не мы придумали этот процесс проповеды. Он захотел. Я помню, когда я присоединился к этому движению. Мы присоединили жену в 1980 году. И у меня была всегда идея самоосознания совершенно потусторонней. Вообще этот мир. Все всегда. Где-то сидеть. Где-то прятаться. От людей. Ну все. Вот. Но потом, когда я начал повторять Харе Кришна, я пришел через йогу. Потом, когда я начал повторять Харе Кришна, мне начали говорить, что правопада хочет, чтобы мы распространяли его книги. Какие книги? У нас книг еще не было. Были какие-то переписаны. И в конце концов, мы начали как-то печатать книги. Книги некоторые распространялись вот так вот. Трубочки. Ну трубочки так. Рулоном. Рулоном еще. Даже не разрезано на странице. Просто рулоном. И это считалось хорошо. Это считалось очень хорошо. Потому что хуже было, когда это была восьмая или девятая копия, пропечатанная на машинке под копирку. Восьмая или девятая. Понимаете? Там все уже плывет. На папиросной бумаге, чтобы больше копий можно было пропечатать. Понимаете, чтобы пропечатана машинка. Вы видели, кто не пропечатанная машинка? Видели. Некоторые еще видели, некоторые уже нет, я уверен. Чтобы пробить, надо было бить очень сильно по этим клавишам. Машинка долго не удерживала, конечно. Бить, чтобы она пропечаталась. Чтобы заложить десять страниц. Десятую, я клянусь. Десятую. Читать было невозможно. Ну мы закладывали на всякий случай. Вдруг кто-то что-то разберет. Десятая копия папиросной бумаги. Тончайшая такая, просвечивается лучше. Так что рулон это было еще хорошо. Это было на какой-то твердой бумаге. Первая страница не разбивалась? Первая страница чуть-чуть литеры вот эти вот машинки надрывали. Надрывали. А сенатас еще и такая дырябая светилась. Но все равно это были книги. Это то, что называлось книги. Так что... Мы делали это просто. У меня... Я никогда не хотел этого делать. Я никогда не думал, что я буду это делать вообще. Я не видел себя в этой роли. Но поскольку правопада хотел... А гуру надо слушаться. Надо следовать. Правильно? Поэтому... Поэтому мы приняли это. И мы начали как-то нелегально производить эти книги. И переплетать, и печатать. И пытаться распространять их. Это было довольно интересно. Ну так или иначе... Что я хотел сказать, что мы проповедуем не потому, что это мы придумали. Или потому, что за это мы получаем какие-то деньги. Нет. Мы проповедуем и распространяем дни. И потому, что правопада хотел это. Поэтому мы это делаем. Очень просто. И так. Аскеза его усиливает дхарму. Что такое дхарма? Дхарма... Ачарьи говорят, что в этой ситуации, в этом эти тексты, оно усиливает дхарму. Дхарма означает, усиливает карма-йогу. То есть, я прочитал очень интересное. Правопада пишет в одном из комментариев Бхагавы во второй главе 10-й песни. Он пишет, что как действовать так, чтобы быть инструментом Бога. И что вы думаете, что он пишет? Для того, чтобы быть инструментом Бога, вы должны научиться действовать без привязанности. Представляете? Как это интересно. То есть, карма-йога, то, что описывается в Бхагавадгите, в 3-й и 5-й главе на различном уровне. Но в целом, это карма-йога или деятельность сознания Кришны. Это должна быть деятельность, чисто совершенная, без привязанности к результату. Это означает, что мы действуем со всем усилием, со всем старанием, и мы не привязаны. Потом мы не привязаны. и мы счастливы от того результата, который произошел. И мы видим это милости Бога. Тогда он говорит, что вы становитесь инструментом Бога. Итак, усиливает дхарму, усиливает гьяну, вайрагью, контроль ума, айшварью, то есть усиливает сидги, начиная с анимы, йогу, обуздание дыхания, упараму, обуздание внешних чувств, ума и так далее. Усиливает упараму верность, преданность по отношению к Богу. Такова деятельность Нарана Райна Риша. То есть он поощряет тех людей, которые достаточно благочестивы. И здесь говорится о том, что Нарада Муни, Нарада Панчаратри объяснил, каким образом с помощью практики санхи и мистической йоги достичь высшей цели жизни, преданности Всевышнего. Всевышнего правопада во многих местах упоминает Нарада Панчаратри. Нарада Панчаратри – это произведение, которое написал Нарада. Панчаратри – это слово может переводиться по-разному. Но Панча – это пять, это понятно. Ратра в данной ситуации – это означает вопросы или темы. И Нарада составил эту Панчаратру, которая состоит из пяти видов знаний. То есть там пять разделов Панчаратри. И мне было очень интересно почитать, о чем там говорится. Причем эта классификация разделов знаний Панчаратри дается в самой Панчаратри, в самой Нарада Панчаратри. То есть это не то, что вот кришнаиты такие умные, они как захотели, так классифицировали и прокомментировали, что это майя, это самое важное, бхакти самое важное. Нет, нет. В самих текстах Нарада Панчаратри, которые составлены Нарадамуни, указано, что это за разделы знаний и в каких гунах это знание находится. Послушайте, это очень интересно. Первый раздел касается знания об абсолютной истине, которое разрушает цикл рождения смерти и старостью тех, кто слушает его. Второе. Вторую ратру ищут те, кто стремится к освобождению, она исполняет их желания. Благодаря этому знанию человек может погрузиться в поклонение лотосным стопам Господу. То есть оно ведет к поклонению Господу. Третья ратра. Знания о преданном служении Господу Кришне. Четвертое и пятое о мистической йоге, дающей желанные объекты совершенным существам. Пятое, в частности, о 16 видах мистических совершенств, которыми обладают совершенные йоги. Итак, первая и вторая ратры, касающиеся освобождения, считаются в соответствии с самим Нарадой, который составил это произведение. Знание в добродетели. Это знание в добродетели. То есть это не трансцендентное знание. Потому что трансцендентное знание не связано с материальным миром. Но знание об освобождении и стремлении к освобождению считаются не трансцендентными знаниями. Потому что они очень серьезно воспринимают, эти люди, это знание очень серьезно воспринимают материальную реальность. Это знание об освобождении, то есть о том, как достичь освобождения. Это знание нужно лишь в материальном мире. Поэтому оно считается знанием в добродетели, оно не считается трансцендентным знанием. В трансцендентной реальности это знание неприменимо и не нужно. То есть это знание, которое отталкивается от материальной реальности. Поэтому оно не считается абсолютно трансцендентным, но считается знанием в добродетели. Дальше. Итак. Третье. Это знание о преданном служении Господу Кришне. Это трансцендентное чистое знание, которое предназначено для Вашнава. Четвертое. Знание о страсти. Это о мистической йоге, которая дает желанные объекты, могущество над материальным миром. Правильно? Какое-то. Или контроль ума, допустим. Дают желанные объекты, короче. Знание в страсти. И поэтому преданные не стремятся слушать это знание. И пятое. Содержит знание в невежестве. Вы можете себе представить. Знание о 16 видах мистических совершенствах. О ситхах. Считается знанием в невежестве. Поэтому ученые люди совершенно не заинтересованы в нем. Как вы, например. Правильно? Вы презрели ситхи. Правильно? Никто из сидящих здесь не развивает ситхи. Правильно? Удивительно. Потому что бесполезно развивать ситхи. А если бы нам сказали, следуя этой практике, следуя вот этой практике, сосредотачиваясь таким образом, вы через месяц будете двигать стакан на 10 сантиметров по столу. Что бы вы делали? Признайтесь честно. Себе. Не мне. Что бы вы делали? Не делали бы. Не делали бы? Ну как? Двигать стакан. Вы что ж? Вы уже когда-то его двигали. Когда-то двигали. То есть это знание в невежестве. Почему? Потому что это знание касается манипуляции материальными энергиями, попросту говоря. Вот. Что это за знание? Знание не дает ничего духовного вообще, в целом, в принципе. Это побочные продукты. Аштанга-йоги, в мистической практике, цель которой поднять душу до Брамарандры и выйти и отправиться на ту планету, на которую нужно отправиться. На Вишну Лугу. Так что это знание невежества. Это стремление контролировать материальный мир. Быть Ишварой. Мистическая йога также имеет дело с материальной сферой. То есть через контроль материального ума, материальными средствами. Не милостью Господа, но материальными чисто средствами. От себя. Понимаете? Я. И это знание в старстве. Я исполнитель. Карта агамы тиман няте. Обоглаздите, говорится. И... Первая, вторая, понятное. Освобождение. Это добродетель. Таково знание Патерата. Я прочитаю еще один стих текст. Третий. Это та мантра, которую повторяет Нарадамуни. Аминь. Оминьанамо bhагавате упасхамма. Шлая пара. Таранатная ньмьяя. Намо. Кинчана виттая. РИССРИША БХАЯ. НАРА НАРА НАЕ. НАРАЯ НАЯ. ПАРАМХАМСА. ПАРАМА ГУРАВЕ. Я в глубоком почтении склоняюсь перед величайшим из святых Нарой Наральной, верховной личностью Бога. Он в совершенстве владеет своими чувствами и до конца постиг свою духовную природу. Он свободен от тщеславия и он в достоянии тех, у кого нет никакой материальной собственности. Он духовный наставник всех парамахамс, самых возвышенных представителей рода человеческого. И он, Господин, осознавшихся до души. Я снова и снова склоняюсь к его благостным стопам. Так народа поклоняется Господу. Говорится здесь, что он поклоняется, обучая Народе Панчаратрии, Саварни Ману. Саварни Ману – это восьмой Ману. Сейчас седьмая Манвантара. И в ней правит Ваевасвата Ману. Но в следующем Манвантаре будет править Саварни Ману. И Народа поклоняется Господу, обучая Саварни Ману Народа Панчаратрии. Очень интересно. Он поклоняется, обучая знания Господа. Это способ поклонения Господу. И... И... И это есть способ поклонения. Сейчас я хочу вам еще прочитать кое-что из того, что писал Шила Прабхупада. Шила Прабхупада, то есть он принимал эту традицию, Народа учит, и таким образом поклоняется Господу. И Шила Прабхупада принимал эту традицию. Комментарии на 37-й стих 2-й главы 10-й песни. Это совсем незадолго, уже до своего ухода из мира, в 77-м году. Шила Прабхупада написал. Особое внимание в этом стихе стоит обратить на слово «криясу», которое означает «занимаясь физическим трудом или работой». Люди должны заниматься практическим служением Господу. В движении сознания Кришны центром всей нашей деятельности является распространение книг, рассказывающих о Кришне. Это дело чрезвычайной важности. Предные должны обращаться к каждому человеку, побуждая его читать книги о Кришне, чтобы в будущем этот человек тоже стал преданным. Именно к такой деятельности призывает нас данный стих. «Криясу я твать чаранаравин да йо». Занимаясь ею, предные будут постоянно помнить о лотосных стопах Господа. Тот, кто сосредоточивает все свои усилия на распространении книг, делая это для Кришны, полностью погружается в сознание Кришны. Это и есть сама. То есть, Чила Прабхупада хотел, чтобы деятельность в распространении книг, передача этого знания была основной деятельностью, вокруг которой построено абсолютно все в этом движении сознания Кришны. То есть, Чила Прабхупада хотел создать это движение ради проповеди. Ради проповеди и для того, чтобы мы находили в нем свое прибежище. То, что мы находим здесь свое прибежище, а также мы используем это организованное движение для проповеди, организованное, не является противоречием. Потому что, когда мы находим здесь свое прибежище в этом движении в обществе преданных, это означает, что мы являемся потребителями этой проповеди. Потому что для проповеди человек нуждается в среде, очень дружественной, духовной среде. Это часть проповеди ему, поставить его в такое положение, чтобы он был в дружественной духовной среде. Поэтому, когда мы говорим, что мы находим прибежище в этом движении, это не противоречит концепции проповеди. Это означает, что правопадок создал это движение, чтобы проповедовать нам, когда мы уже станем преданными. Потому что каждый из нас нуждается в проповеди, даже если он стал преданным. И, с другой стороны, Чила Прабхупада создал это движение для того, чтобы при помощи организации широко и методично проповедовать окружающему миру, распространять книги. Потому что без организации это невозможно сделать. Таким образом, Чила Прабхупада соединил, казалось бы, несоединимые вещи. Религия чаще всего мыслится как индивидуальный процесс. И религия есть индивидуальный процесс, который происходит в сердце у каждого. Это суть религии. Трансформация сердца. Вместе с тем, Чила Прабхупада пошел на очень смелый шаг. Соединив этот очень тонкий индивидуальный процесс постижения Бога в своем сердце с огромной организацией, с международной, на весь мир организацией. Потому что Чила Прабхупада желал, чтобы усилия были целенаправленными. Более того, Чила Прабхупада хотел, чтобы знание передавалось в точности, таким, какое оно дано в этих книгах. Он не хотел, чтобы мы повторили ошибку последователей Чилы Бхатиседаунды, раздробившись на сотни организаций, на сотни маленьких обществ и потеряв таким образом целостность. Для нас важно понимать задачи, которые Чилы Прабхупада ставил перед этим обществом и перед нами как членами этого общества. Задачи очень-очень смелые, очень серьезные. Эти задачи практически на уровне неисполнимых, можно сказать. Чилы Прабхупада делился, что его духовный учитель дал ему нечеловеческую задачу. Задачу, которую не под силу совершить человеку. Распространить сознание Кришно в западном мире. И в каком-то смысле мы можем сказать, что эта задача ложится на наши плечи. Неважно, кто мы. Мы можем быть мужчиной, женщиной, семейным или не имеем семьи. Это не играет роли. Но эта задача стоит перед каждым и каждым из нас. Это не вопрос пола, возраста. Это доступно каждому человеку. Каким-то образом. Так или иначе распространяйте эти книги. И даже если вы не способны их распространять, то, по крайней мере, вы должны их изучать. Очень тщательно и глубоко изучать. Как мне рассказали, я был шокирован, я был очень тронутый. Мата Жанандини до последнего, практически до последней недели, когда она была способна это делать, она изучала Чимат Бхагаватам, она училась Чимат Бхагаватам. Это воистину, воистину великая душа. Чила Бхакти Сидданта Сарасвати. На пороге своего ухода он сосредотачивал свой ум. На Чайтань-Чаритамрите он считал Чайтань-Чаритамрите. Это прекрасный способ сосредоточить свою умную Кришне. Вы можете быть очень смиренным или смиренным преданным, не выделяться, может быть, из толпы преданным, но вы можете быть очень глубокой личностью, и Кришна всегда отметит это. Если вы будете внимательно читать эти книги, и вы будете любить эти книги, нет сомнения, что вам будет легко выйти и объяснить ценность этих книг другим людям. Нет сомнений. Это вопрос всего лишь веры. Если вы привязаны к этим книгам, вы не будете стесняться выйти на улицу и предложить эту книгу людям. От чего стесняться? Пусть люди стесняются того, что они делают. Нам нечего стесняться. Мы живем так, как мы считаем нужным. Мы живем в соответствии со своими убеждениями. У нас нет удвойственности в этом. Поэтому мы можем честно идти и говорить этим людям. Пожалуйста, очнитесь, возьмите, почитайте эти книги. И ваша жизнь станет успешной. Намного более успешной, чем она есть. Это уж в случае. Потому что успех в жизни не меряется экономикой. Успех в жизни измеряется тем, насколько человек приблизился к Богу. Это успех в жизни человека. Успех в жизни собаки или медведей или свиньи меряется по-другому. Измеряется тем, сколько это существо съело. Скольких оно победило в своей жизни. Сколько раз оно совокуплялось и так далее. Как долго оно спало. Это успех в жизни животных. Но у человека совершенно другое. Другие цели. Поэтому мы можем очень честно, спокойно, без сомнения идти и распространять эти книги. Предложить их своим близким. Хочешь – не хочешь – не надо. Мы не навязываем ничего. Мы не будем ругать. Поэтому мы хотим смиренно попросить всех вас в этот год 50-летий склон, в этот юбилейный марафон, можно сказать. Так или иначе, попытаться распространять эти книги. И первое правило, которое мы обычно говорим, это то, что для того, чтобы распространять книги, нужно их иметь. Пожалуйста. По правопаду, намерения правопада были таковы. Он говорил, я заполню ваши храмы книгами, так, чтобы у вас не было места для того, чтобы спать. Мы не угрожаем вам так, дорогие бедные. Мы не будем заполнять ваши квартиры до отказа, до предела, чтобы вы не могли спать там. Хотя я помню, когда у нас в свое время негде было хранить книги, мы хранили их в квартире у себя. У меня оставался вот шириной этот стул, проход, в котором я спал. Я не мог лечь на спину. Я лежал на боку. Это парк. Я должен признаться. У нас было квартиры на Каповском. Но так или иначе, мы вам не говорим, что мы заполним ваши дома книгами так, что у вас не будет возможности спать. И чтобы спать, вы должны будете выходить и распространять книги, чтобы очистить им артумент. Идея в этом. Понимаете? Поэтому мы просто смиренно просим. Пожалуйста, возьмите эти книги и распространяйте их. Что вы от этого получите? Ничего. Ничего. Я вам сразу говорю. Вы ничего материального не получите. И не ожидайте. Но в этом и заключается самадхи, как правопады пишут. Вы понимаете? Самадхи означает сосредоточенный разум. Это означает, что вы действуете, и вас ничего не отвлекает материального. Вы ничего не получите за распространением Бхагава. Даже денег. Еще, скорее всего, свои вложите. Но в этом вся прелесть этого процесса. есть возможность. Бхагава-гита. Сколько у нас звучит? Две с половиной пачки. Все равно. Так что, пожалуйста. Вы можете взять пачку Бхагава-гита и попутаться их распространять. Пойдите на эксперимент, на риск. Попробуйте. Попробуем. А может что-то получится. Все равно получится. Итак, это Бхагава-гита. Как вы наедете? 40 гривен. Это недорого. Это недорого вообще. Дальше. У нас осталось немного высшего вкуса. Немного. Торопитесь испытать высший вкус. Высший вкус стоит 12 гривен. Аж. 12 гривен. Я вам скажу сразу и честно. Высший вкус невозможно купить за 12 гривен. Высший вкус вы получите только если вы будете иметь эти книги. И будете действовать бескорыстно. Попытайтесь распространять. Тогда вы получите действительно высший вкус. Потому что мы всю жизнь, и жизнь за жизнью мы действовали на основе низшего вкуса. Что означает, что мы постоянно искали где-то выгоду. Но человек так создан, что он может быть счастлив лишь тогда, когда он действует без корыстно. Поэтому некоторые люди для того, чтобы испытать этот высший вкус в добродетели, едут в Африку куда-то, ухаживают там за туземцами, лечат их, проповедуют им, их обращают, пытаются обратить в какую-то религию. Вам не надо ехать в Африку. Я вам скажу честно, эти места не хуже чем Африка. Не так тепло. Ну разве что климат другой. Но в целом, в целом, люди сейчас везде одинаковые. Можете не сомневаться. Больше. А на самом деле Алтарна еще меньше, чем это. Он арендовал и он дал через год после того, как он прибыл в Америку. Он ж год жил, распространяя три тома. Первую песню в трех томах. Двести комплектов, которые он привез из Индии. Вы знаете это? Он привез с собой на корабле двести комплектов по три книги. Это была первая песня. То, что он перевел в Индии напечатал. И он распространял один такой комплект капитану корабля Джиладут. И когда он прибыл в Штаты целый год, он жил за счет того, что он распространял эти книги. Правильно? У него не было других способов существования, других средств. Он распространял эти книги и потом у него было двести долларов. И он вложил их и арендовал на один месяц магазинчик. На Second Avenue 26 номер. Этот магазинчик назывался Matchless Gifts. Что означает бесценные дары. Представляете? Да, действительно, правопад давал бесценные дары. Не он назвал этот магазинчик бесценные дары. Там были какие-то безделушки, сувениры раньше. Но он туда въехал и действительно. Он давал бесценные дары. Лекции по Бхагавадгите. Проповедь. Святое имя. Итак, эта книга называется «Бесценные дары». Тоже не случайно. Мы полностью в традиции. Заметно. У нас есть также совершенство йоги. Из всех видов йоги, бхакти йога, является наиболее совершенным. Об этом говорит Господь. В конце шестой главы, последним текстом он говорит, является наилучшим усеем. Итак, совершенство йоги. У нас есть также Веда. Несколько книг. Эти книг Веда у нас есть. У нас есть наука самоосознания. Тоже. Пожалуйста. Вот, кстати говоря, Нарада. Вы говорили о Нараде Мони. Пожалуйста. Бартоварши Нарада Мони проповедуют. Кому? Йасадеве. Йасадеве. Своему ученику. Панчарадра, кстати говоря, рассказывает то, о чем говорится Шриман Бхагаватам. Вкратце. Подытоживаю. Замечательная книга. Много самосознания. Сколько? Сколько? Пять книг. Пять книг всего лишь осталось. В семьи хватит. Торопитесь. У нас есть совершенный вопрос. Совершенный ответ. Сколько? Пять книг. Двадцать. Двадцать книг. И все. Пожалуйста. У нас есть путешествия вглуб себя. Сколько у нас путешествий? Тоже мало. Торопитесь, пожалуйста. Это неподготовлено приехали. Вот. Что? Неподготовлено приехали, сказали. Неподготовлено? Если у кого-то нет денег, ну что поделать? Вы можете одолжить у соседей. Не, имелось в виду наоборот, что типа вы неподготовлено приехали. Что мало книг. Мало. Ну я буду счастлив, если мы не оставим здесь ни одной книги. В каждом городе пока что у нас были остатки. У нас были остатки. Не переживайте. Не переживайте. В конце концов, я вам скажу честно. Неважно, какие книги вы распространяете. Суть не в этом. Они могут прочитать любую книгу, они станут совершенными. Если вы поможете им, поддерживайте отношения с людьми. Иногда людям нужно десятки лет для того, чтобы созреть и начать читать эти книги. Верите? Десятки лет. И через двадцать лет они потом вдруг начинают читать и пошло. Ложиться на сердце. Хорошо. И приходят, задают вам вопросы. Вам надо раз. Раз несколько лет. Или раз в году. Алло, алло. Как? Как дела? Все в порядке? Хорошо. Если что, звони. Мы не знаем, что это значит. Они не знают. И потом поймут. Если что, звони. Хорошо. 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 Итак, дальше у нас есть. Вот. Легкое путешествие на другие планеты. Вот. Йог. Пожалуйста. И потом их наручение смерти. Прошу. по ней по науке. Панец. 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 практически бесплатно, но это факт, оно бесплатно, надо, чтобы человек был готов, возьми и дайте, пусть согревает. И также мы можем честно сказать, что у нас остался в поездке один нераспространенный комплект Чима-д-Багавата. Вчера у нас забрали два комплекта, я не знаю точно, кто-то сюда забрал, да? На Махату. И один комплект Матаджи Инна взяла. Но у нас есть еще один комплект в другом городе, с первой по 12-ю песни. Если вы его берете, мы организуем, что вам его сюда пришлют. Берем. Берете? Берем. Хорошо. Единственное, что его поставят на новую почту, вам нужно будет заплатить за доставку. Но это немного, это ерунда. Сколько это стоит? 30-40 гривен. 30-40 гривен. 50-40 гривен. Бывает, 50-50 гривен. Больше, 50-50 гривен. Больше. Ответло. То есть 200 гривен надо будет. Да не, ну помилуйте, у нас только... Не, мы за 200 гривен вот это все. Мы платим за 200 гривен. То есть, ну не проблема, короче, это реально не проблема. Потому что на этом комплекте огромные скидки. Посчитайте, 25 книг. Эти книги стоят больше 100 гривен. Некоторые книги стоят под 200. Потому что толстые, в зависимости от толщины. Четыре части десятой песни стоят очень дорого. То есть это реально выгодно. Дешевле вы не найдете нигде это, я вам клянусь. Раз. Второе. Дешевле они не будут в будущем. Это тоже гарантированно. Поэтому лучше взять. Хорошо. Значит надо... Костя Прабуунта, да. Все это составит. Это придет из Ужгора. Из Ужгора. Спасибо. Все. Без джинома и комплекта. Что? Делать трошки дороже. Среди нас есть, похоже, очень способные мачки. Это реально хорошее вложение капитала. Потому что это супер товар. Это самый-самый лучший товар. Вечный. Прекрасно. Спасибо, дорогие преданные, за прекрасную атмосферу, за ваше внимание. Наш опыт таков, что мы делаем презентацию, мы приезжаем в город, у нас две программы обычно в городе. Две, три, ну две обычно. Мы делаем презентацию раньше, мы приезжали и делали презентацию в последний день, во второй. А потом, а почему? Надо и в первый день, и во второй. И мы делаем и в первый, и в второй. Люди приходят, одни и те же берут. В первый день. Мы делаем вторую презентацию, они приходят и берут второй раз опять. И правильно, правильно, как иначе. Это показывает неиссякающий источник вдохновения в сердцах преданных. Спасибо. Давайте удовлетворим члену правопадова. Своей проповедью, пускай они умелые, пускай они опытные, но явно искренние. Шилапрабхупархи! Да! Шилапрабхупархи! Да! Гор премана! Парим! Парим! Если что-то перепрабхупки! Да! После гнив будет что-то еще, да? Может, проста? Будет, да? Если что-то останется. Да! Если кишина не существует. Спасибо. 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 Продолжение следует...